И самый именитый из них шахматист, Марк Тайманов. В этом году выдающемуся шахматисту и пианисту исполнилось 90 лет. Если бы судьбу каждого человека можно было раскрасить в какой-то цвет, то у героя нашего сюжета это точно была бы черно-белая гамма. Клавиши фортепиано, черные и белые фигуры на шахматной доске. Но бесцветной судьбу этого человека точно не назовешь. Более того, каждый ее эпизод захватывает похлеще остросюжетного кино. Блистательный дуэт с любовью Брук. Уже этого с лихвой хватило бы, чтобы оставить значимый след в истории. 12 пластинок и несколько компакт-дисков. В конце 90-х компания «Филлипс» задумала серию «Великие пианисты 20 века». Среди 75 вышедших альбомов единственный дуэт Марка Тайманова и Любови Брук. Но шахматных побед у Марка Тайманова ничуть не меньше, чем музыкальных. Почему-то у нас принято выбирать одно занятие в жизни. «Гроссмейстера» тоже склоняли к такому выбору. Но, как шутит Тайманов, остановиться на чем-то одном не смог. Слишком слабый характер. Когда меня спрашивали, а как вам удается совместить эти две такие трудоемкие профессии, я говорю, я их не совмещаю, я их чередую. Когда я занимаюсь шахматными выступлениями, я отдыхаю от музыки. Когда занимаюсь музыкальными, я отдыхаю от шахмат. Таким образом, вся моя жизнь – сплошной орган. Позже к этим занятиям добавилась и журналистика. Около 50 лет Марк Евгеньевич писал для разных изданий мира. Был теле- и радиообозревателем крупнейших шахматных событий прошлого столетия. Всего Тайманов побывал в более чем 80 странах, где встречался с самыми-самыми мира сего. Мне трудно поверить даже со мной сейчас, что я был знакомый и беседовал с Армуринцемом Черчиллем, например, что я играл в шахматы с любителем, с авиаром Че Геварой, что моим партнером в сеансе обновленной игры был, скажем, Чедель Кастро. Если перечислять всех именитых людей, с кем был знаком и дружен Марк Евгеньевич, эфирного времени не хватит. А начиналось все в Харькове. Мои родители познакомились, поженились, полюбили, родили меня в Харькове. Хотя мама была харьковчанка, она занималась вокалом в Харьковской консерватории. А папа из Санкт-Петербурга. Маленькому Марку не было и года, когда его родители и вся семья матери переехали в Ленинград. И хотя вся жизнь выдающегося шахматиста неразрывно связана с Санкт-Петербургом, Тайманов еще раз побывал в родном городе. Среди других именитых спортсменов Марк Тайманов принял участие в проходившем в Харькове 35-м чемпионате СССР по шахматам. В нашем городе Тайманов провел почти весь морозный декабрь 67-го года. А некоторые харьковчане еще помнят, как Марк Евгеньевич давал сеанс одновременной игры в заснеженном парке Горького. Наверное, у каждого в жизни есть переломный момент, а у кого-то даже несколько. Далекий 37-й год, для многих трагичный, стал для Марка Тайманова знаковым. Сотрудники Белгоск кино пришли в ленинградскую десятку выбирать главного героя для своей киноленты. В съемочной группе очень приглянулся маленький Марк, но была одна загвоздка. Мальчик учился играть на пианино, а им нужен был скрипач. Естественно, я должен был сразу же начать заниматься на скрипке. В каком плане? Я должен был ее правильно держать, я должен был знать аппликатуру левой руки, я должен был знать штрихи правой руки концерта Бетхогена, который герой фильма исполняет в финале. Победу одержал международный гроссмейстер, ленинградец Марк Тайманов. Он завоевал звание чемпиона СССР по шахматам. С 11 лет творческим наставником Тайманова оставался выдающийся ботвинник. Он готовил шахматиста и к претендентскому матчу на звание чемпиона мира с Робертом Фишером. Все безоговорочно ждали от Тайманова победы. Я играю с ним, получаю позицию, понимаю, что она для меня с хорошим преимуществом. Начинаю искать решающие продолжения. Думаю, думаю, 5 минут, нахожу на нём какую-то защиту. Думаю, 20 минут, думаю, полчаса, думаю, 40 минут. И на всём у него находится какой-то спасительный манёвр или ход, или план. И возникает негодно, возникает, да что он, затолдованный какой-то, историк. Поражение 06 было встречено на родине как предательство. Вдобавок на таможне у Тайманова нашли книгу Солженицына. Гроссмейстера лишили звания заслуженного мастера спорта, отобрали квартиру, которую он перед выездом получил для занятий шахматами, лишили государственной стипендии и права выезда за рубеж. Гражданская казнь закончилась только через полтора года. Особенно этому способствовал тот факт, что вскоре датский гроссмейстер Бент Ларсен тоже проиграл Фишеру 06. Его уже никак нельзя было обвинить в сговоре с империалистами. Знаменитая фраза о том, что жизнь в 40 лет только начинается, к нашему герою применима только с поправкой. Она может начаться и в 60. Марк Тайманов встретил свою будущую жену Надежду и влюбился с первого взгляда. И хотя разница в возрасте между ними составляет больше 30 лет, Марк Евгеньевич смог завоевать любимую женщину. А когда гроссмейстеру исполнилось 78, судьба преподнесла счастливым супругам настоящий подарок. В 2004 году моя дорогая супруга Надежда Александровна Тайманова, которая заметно, естественно, вовозила меня, подарила меня двойней. И у меня Машенька и Димочка. Кстати, младшие дети Тайманова занимаются и музыкой, и шахматами. Но родители не ставят цели сделать их в этих областях профессионалами. Ведь чета Таймановых знает, что это не главное. Главное – жить интересно и быть счастливым. Ну, не все. Я бы сказал, что все чемпионы очень яркие индивидуальности. Порой гениально одаренные. А у гения могут быть отклонения от наших привычных взглядов на жизнь. Фишер, конечно, был одиноким в группе чемпионов мира. Одиноким по своей невероятной преданности шахматному своему призванию. Для Фишера, кроме шахмат, ничего не существовало. Если многие чемпионы мира были людьми высокообразованными, имевшими... Ботвинник был доктором наук, скажем там, Эйвы был доктором математики, Алёхин был крупным адвокатом. Это люди, которые занимались, кроме шахмата, еще с чем-то. А Фишер считал даже, что те пять лет, которые он провел в школе, были потерянными годами его жизни, потому что они отвлекали его от шахмат. Для него, кроме шахматистов, людей не существовало интересных. Но с коллегами он был уважителен. А вы с ним встречались вне игры? Я с ним познакомился очень рано, когда ему было едва 16 лет, на международном турнире в Буэнос-Айресе. Он приехал туда, уже прославленный юноша, знаменитый в Америке, и заявил, что в этом турнире он самый молодой, самый сильный, и кто займет первое место, для него не вопрос. Хотя тут он здорово ошибся, и это был самый неудачный турнир в его жизни. Правда, его конкурент, очень ревниво относившийся к успехам Фишера, гроссмейстер Рейшевский, тогда же на той же пресс-конференции, сказал, что он готов занять в этом турнире 19-е место, лишь бы 20-м был Фишер. Да, у Фишера драматичная судьба. Конечно, как шахматист он был счастлив, но в своей личной жизни, я думаю, он терзался. В конце жизни он как-то был почти изгнанником, переезжал из страны. Видите ли, у него был момент, когда он порвал с Америкой. Он играл матч, интересный матч, спустя 20 лет после его победы над Спасским. 20 лет он был в изгнании. И одному югославскому меценату, большому поклоннику шахматы Фишера, в частности, удалось убедить, организовать матч, согласиться Фишера, сыграть матч-реванш со Спасским. Конечно, это был другой Фишер, но матч вызвал огромный интерес. Он был прекрасно организован, но был прекрасно организован в Югославии, с которой Америка тогда очень конфликтовала. Так же была эмбарго. Да, да, конфликтовала. И направила Фишеру телеграмму с требованием не играть этот матч. А Фишер, прочтая эту телеграмму, прямо на открытии, плюнул на нее, бросил на пол и растоптал. С тех пор он стал персоной Нонграта. И уже мы встречались с ним, когда он был в изгнании, мы встречались с ним в Будапеште, где он долгие годы жил. Потом он жил в Японии, потом он жил еще где-то на Востоке. Я потом написал книгу о нашем матче. Я был жертвой Фишера. Хотя практически в результате этого матча я был жертвой не Фишера, а нашего режима. Поскольку этот проигрыш мне не могли простить, кто-то из высоких начальников решил, что как же так советский гроссмейстер проигрывает какого-то американцу да еще со счетом 0,6. То есть заподозрили умысел. Ну, да, конечно, умысел. Умысел это даже не то слово, предательство просто. Со всеми вытекающими отсюда последствиями я был лишен возможности выступать, выезжать за границу. У меня сняли звание заслуженного мастера спорта. В общем, я подвергся, что называется, гражданской казни. По этому поводу гениально пошутил Слава Ростропович, покойный. Слава по этому поводу сказал, вы слышали, какие неприятности у Солженицына? У него нашли книгу Тайманова «Защита Немцовича». Кстати, с советской властью, значит, складывались ведь отношения как-то по-разному, да? Вот вы пострадали в итоге. Да, да. Я был последним, вообще, последним человеком, который... И это долго продолжалось? Полтора года. Полтора года. Да. И как вы жили? Вас лишили средств? Я не мог заработать ни одной копейки, потому что у меня были закрыты все те двери, которые распахивались, когда я появлялся, так сказать, в зените своих успехов. А почему вдруг это закончилось? Дело в том, что наступил момент, когда подошла очередь очередного этапа борьбы за первенство мира. Да. Да.